Сегодня, по нашей традиции, мы проводим встречу на канале нового сезона. Сегодня присутствует команда, тренеры, сотрудники административного нашего аппарата. Традиционно также мы приглашаем, сегодня у нас присутствует ряд руководителей Всероссийской Федерации Гребова. Но, к сожалению, на какие-то причины нет представителей Центрального Совета, Общества «Динамо» и Московской городской организации. Они не зли с нами все равно, чем управление клуба тоже превышает. К сожалению, у нас трагическое событие произошло не так давно, все вы не узнаете. Предлагаю прочтить память безвременно ушедшего из жизни Сергея Анатольевича Общин. Оглядываясь назад сегодня, нам есть на что глянуться. Можно сказать, что клуб состоялся, конечно. Думаю, что все необходимое для того, чтобы добиться хороших, высоких результатов в этом сезоне у нас есть. Считаю, что наш новый главный тренер Светлана Ильич вместе со своими помощниками сумеют сплотить команду, эффективно организовать учебно-тренировочный процесс, создать хороший морально-психологический климат, настроить игроков на нужную волну и привести их к победам. В составе у нас большие изменения, вы знаете об этом, 7 новых игроков. Очень важно, что нам удалось, несмотря на сложности, все-таки сохранить костяк команды и обеспечить хорошую преемственность. Так что есть у нас серьезный потенциал. Хотя и непростые предстоят времена. В наступлении в трех турнирах опять ожидает нас чемпионат России, Кубок России, Лига Европейских чемпионов. Конкуренция усиливается, конечно, вы прекрасно знаете об этом. Это и значительное усиление российского чемпионата. Динамо Казань, Динамо Краснодара, Амичка, Уралов, Шказареща. Я думаю, слабых соперников не будет. Но вместе с тем нам тоже есть что предъявить. Поэтому хотел бы сформулировать задачи на предстоящий сезон. Планку отпускать не хотелось бы. Думаю, что команде вполне по силам выбрать один из российских турниров, либо чемпионат России, либо Кубок России, и играть в финале другого российского турнира. Что касается Лиги Европейских чемпионов, то ставим задачу выйти в финал четырех. Играть в финале четырех. Все это, безусловно, реально. Важно, чтобы все относились к делу честно, профессионально. Чтобы была, конечно, ответственность. Ответственность за себя, безусловно. Ну и не забывать, что есть команда. Ну и, конечно, очень важен такой боевой настрой, кураж, вдохновение, энтузиазм. Это, наверное, самое сложное бывает. Конечно, можно было бы, скажем, старшим за энтузиазм назначить нашего главного бухгалтера. Но, я думаю, все-таки это наша общая задача, и будем все ее решать. Хочется пожелать всем в наступающем сезоне достижения намеченных целей. И, как представляется, те задачи, которые я назвал, и наши цели, они важны для каждого из присутствующих. Не только для, скажем, руководителей, и для клуба в целом. Это ваша жизнь тоже, это один из ее этапов. И, наверное, хорошо, если будут результаты. Хочу вручить знак мастера спорта Елене Ижовой. Марина Марченко, двукратный чемпион Франции, многократный чемпион Украины. В нашей команде будет выступать последним номером. Двеная Ижова, трехкратный чемпион России, обладатель Кубка России. Сегодня в этой войне специально мастер спорта. Десятый номер команды «Европы». Мария Жадарова. Трехкратный чемпион России, обладатель Кубка России, гронзовый призер чемпионата Европы, двенадцатый номер команды «Европы». Одна из самых лучших волейболистов Европы. Двенадцатый номер. Двенадцатый год. Самый ценный игрок чемпионата России 2007 года. Васька Николаевна. Двенадцатый год. Заступим марта четверка чемпионата мира, бронзовый призер чемпионата Европы и бронзовый призер чемпионата России. Двенадцатый номер. Поздравляю с ним. С сезоном спортивного. Поглагодарю Евгению Николаевичу, работе на Киеве за то, что они делают большой класс. Ну, игроков, конечно, больше не меняется. То, что сейчас я хочу пожелать, да, семь человек, это жизнь. Идет, так сказать, вы все профессионалы, много у вас достижений. В голову вы уберите, что у вас самый главный человек, это командир. Кто был у него? Женщина, мужчина. Это главный тренер, который у вас ведет к победе. Он авторитет для вас. Не думайте, что она не может учить вас чему-то или еще что-то. Есть опыт, есть, так сказать, практика. Поэтому много от вас зависит отношение к команды. Будьте поддержки, будет успех. Те задачи, которые я не начала постепить, щелящие, честно говоря. Он не хочет, так сказать, сразу. И соотношение сил тоже очень сильное. Команды усилились. И Казань, и Краснодар, и Омск, и там, и Новый, и кому-то. Ну, так 3-4 будет команды, с которой придется действительно справиться. Все зависит от вас. Потому что то, что задача, по силу поставить, по силу, если вы учите. Но я не скажу, что кто-то на голову в силу и в чемпионате стал. По составу рыбки. Так, если взвесить, где-то 50-50. Все будет зависеть от вашего желания. Вот я уверен, что мы сказали, что вы хотели тренироваться. Это самое главное для спортсменов. Когда мы видим, что команда играется, улыбается, она борется, она там... По нынешнему меркам. Мы раньше не бегали, не обнимались, не кричали. Петухами не были. Такого не было раньше. Я вот сейчас был. Вот, видите, там, 72-й год, смотрели, 64-й олимпийский, 68-й год. И в Горьевский год, и Роса. Такого не было. Были люди, которые хотели. Хотели победить. Вот самое главное, что мы хотели победить. Любой лет, любой работе. Чтобы у вас было достаточно. Пожелаю удачи, чтобы мы за вами следили. И спасибо за помощь Всероссийской Федерации под этот год олимпийский год. Новый цикл олимпийский наступает. Сложно будет, в Бразилии будет. Представляете, в Бразилии вероятно в Бразилии. Но это честь. Еще не всегда так было, что люди, организаторы проводили олимпиаду и обязательную команду были. Только в Москве, когда мужчины, женщины. Такого еще не было. Везде, так сказать. Но на одну олимпиаде, в 68-м году, когда мы были в сборной Советского Союза, и женщины, и мужчины. Так что, удачи, успеха, ну и везение, везет, что нам везет. У нас также присутствует генеральный менеджер Российской Федерации в Олимпиаде, Владимир Владимирович. Хочу также поблагодарить нам за подготовку игроков для сборной команды, за эти девочки. В этом году провели колоссальную работу, проделали колоссальную работу. На мой взгляд, очень хорошо выступали на аминьских играх. Ну, не выиграли игру в Бразилии, конечно, обидели. Но это спорт, поэтому мы его любим. За ту его непосредственность, за те эмоции, которые нам дают. Но хотелось бы отметить, что команда сражалась, команда вказала характер. И, пожалуй, это самое главное в спорте. Хочу пожелать вам удачи, которая вам очень нужна. Пожелать, чтобы команда стала единым целым, несмотря на то, что при ней выребить все именно угрыбоков. И, казалось бы, только нам типа раций, которые мы привыкли видеть. Вам самое главное в последующем сезоне будет без страх выполнить задачи на трех фронтах, которые обозначат президенту. Ну и пожелать вам личного помощи, личного счастья и здоровья. Хочу предоставить слово главному приему вашему клубу на реконаде Светлана Ильича, пожалуйста. Сегодня, с учетом моего русского языка, очень большая часть, честь присутствовать в откровении в сезонах на Москва. Естественно, мы встречаемся на последние недели. Еще раз могу поблагодарить, что дали ответственность в руке команда, которая не меньше стоит всех этих обязанностей, которые мы нам сегодня представили. Могу сказать свое имя лично, имя моей команды, и всего этого огромного, что всем сердцем и душой буду стараться и делать все, чтобы нас всех привести к вашим целях, которые поставили перед нас. Словами большими тяжело сначала отзываться, а потом зайти в работу. Хотелось бы, чтобы вы позволили меня сначала поработать, а может, я еще скажу, что-то. Спасибо вам, Спасибо.